Жительница Самары Наталья Скопутова на улице Никитинской живет с самого рождения. Раньше по дому и в огороде работала сама, но два года назад по стечению обстоятельств стала инвалидом и вести хозяйство без посторонней помощи теперь не может. Дом пришел в запустение, а полисадник и любимая елочка во дворе заросли сорняками, рассказывает женщина. Сейчас по хозяйству ей помогает сын, но из-за плотного рабочего графика привести в порядок территорию вокруг дома не удается. Сегодня на помощь Наталье и ее семье пришли волонтеры. Я ей сажала в огороде и помидоры, и огурцы, и здесь все облагораживала сама. Очень даже хорошо. А сейчас я не в состоянии. Так что я очень благодарна за эту волонтерскую работу. На участке Натальи волонтеры убрали старую листву, ветки, мусор, а также подпилили засохшие деревья. Молодые люди сами проявили инициативу, а весь необходимый инвентарь им выдали старшие коллеги. Для того, чтобы, ну скажем так, молодежь более эффективно могла участвовать в волонтерской, добровольнической деятельности, ну мы, вот организация «Люди дела», помогли им, скажем так, организационно, помогли привезти машины, чтобы вывезти большое количество мусора, различные оборудования для того, чтобы как можно быстрее можно было оказать помощь. Общественное движение существует почти год. За это время представители организации провели несколько полезных для жителей акций. В том числе детскую акцию «Растем вместе», а также акцию по раздаче бесплатных масок и санитайзеров на остановках общественного транспорта в самый разгар пандемии. Мы просто хотим помочь тем людям, которые действительно нуждаются в этой помощи, не более. Эти мероприятия важны для того, чтобы люди чувствовали нашу поддержку, нашу заботу. В рамках акции «Помощь одиноким людям» в ближайшие несколько дней волонтеры посетят Железнодорожный, Октябрьский, а также Промышленный и Красноглинские районы. Сергей Кизоркин, Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.